Эффективная социальная политика, новые решения. Форум под таким названием прошел в Санкт-Петербурге. Участие в нем принял секретарь Нинецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Коткин. В рамках форума прошли дискуссионные площадки, на которых обсудили вопросы труда и занятости населения, проблемы инвалидов и пожилых людей, семьи и демографии. В работе форума мы поговорим сегодня в студии. Сергей Николаевич, здравствуйте. Расскажите, в работе какой дискуссионной площадки приняли участие вы? Добрый вечер, Ирина. Действительно, форум был очень масштабным. С докладом выступал Дмитрий Ильич Медведев. Было ряд дискуссионных площадок. Но самая главная задача форума была, поскольку мы уже в преддверии выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, поэтому очень важно, с чем партия «Единая Россия» пойдет на выборы в Государственную Думу 5 лет жизни нашего государства. И вот этот форум был нацелен на то, чтобы собрать специалистов, приглашить людей, именно знающих проблемы с регионов, для того, чтобы мы могли сформировать те позиции, повторюсь, с чем мы пойдем на выборы в Государственную Думу. Те чаяния, те проблемы жителей России, жителей Ненецкого автономного округа, мы максимально должны вложить в нашу программу, с чем по нему, чтобы она была понятна и доступна. И я участвовал в площадке «Достойный труд. Труд. Современный вызов», поскольку если экономика сегодня в условиях вот уже третьей волны экономического кризиса адаптируется к кризису, мы уже как бы чувствуем достаточно себя спокойно, то, к сожалению, большому, значит, люди, жители, особенно пенсионный возраст, особенно люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, они адаптируются гораздо сложнее вот к этим условиям кризиса. И в этой ситуации нужно нам понять, на как должна быть выстроена социальная политика на ближайшие годы в целом государстве в Ненецком автономном округе. Очень интересные дискуссии. Чем хорошо вот такие форумы, напрямую задаёшь вопросу министру, напрямую получаешь ответы, и напрямую получаешь ответы, если не сразу, то через какое-то время дают ответы, что, как отреагировано на тот или иной вопрос представителей региона. По труду. На мой взгляд, очень серьёзные решения, прозвучали у Дмитрия Анатольевича Медведева. Дай бог, если мы всё это сформируем в программу, включим, и у нас всё получится. Но что самое важное, на мой взгляд, много мы говорили о том, что сегодня, к сожалению, минимальный размер оплаты труда намного ниже, чем прожиточный минимум. В принципе, это неправильно. Вот два момента. Или это какие-то схемы есть, или действительно мы подталкиваем народ к такому нищенству. И это абсолютно неправильно. Поэтому Дмитрий Анатольевич прямо с трибуны сказал, что до 2020 года минимальный размер оплаты труда должен быть у нас выровнен с прожиточным минимумом. И уже с 1 июля этого года на 20% будут поднимать минимальный размер оплаты труда у нас. В целом по Российской Федерации. Это очень важный показатель. От этого зависит целый уровень жизни многих категорий граждан в целом по Российской Федерации. Вот это очень важно. Затем по заработным платам бюджетным организациям. Те дорожные карты, которые были у нас выстроены по указам президента, по майским указам, они должны быть неукоснительно выполнены. И они будут находиться на особом контроле. По соотношению заработной плат руководителей государственных учреждений муниципальных будет введено конкретное соотношение заработной платы руководителя и средняя заработная плата по учреждению или по больнице температура. Обязательно вот этих больших скачков, разрывов быть не должно в принципе. Соотношение какое уже в ходе подготовки этой программы мы определимся. Затем по заработным платам предприятий государственных корпораций, где более 50% доля государства. Значит, их заработная плата должна соответствовать прибыли и той результатам, которые они получают по ходу своей деятельности. Каковы результаты, такова и заработная плата. Уже баснословных заработных плат, которые мы читаем и видим, в принципе быть не должно. На мой взгляд, очень важно, Дмитрий Анатольевич отметил, это создание рынка временного аренды жилья для тех, кто готов поехать в другие регионы, если есть там возможность найти работу, предоставление такой работы, должно быть предоставлено временное жилье. Вот такой фонд временного аренды жилья будет сделан. По трудоустройству молодежи. Очень много было вопросов, дискуссия была очень серьезная. Интересно то, что даже студенты выступали с учебных заведений, с высших учебных заведений, давали предложения, на мой взгляд, очень грамотные, вот такие жизненные. И вот те предложения, которые студенты давали одного из вузов, там выступали, они все вошли, и в докладе Дмитрия Анатольевича прозвучало, и надеюсь, что они в программу. Потому что сегодня молодежь у нас устроится, к сожалению, к большому, не всегда может после окончания учебного заведения. По дополнительному профессиональному образованию, по старшему поколению, по жителям с ограниченными возможностями, конкретные позиции. И это программа, которая, безусловно, должна быть выполнена в непростых условиях экономических. Сергей Николаевич, куда войдут все эти предложения, проблемы, озвученные на форуме? Значит, прежде всего, вот эта программа, которая озвучилась на форуме, мы сейчас здесь, в округе, будем встречаться с различными средами, с самыми различными, получать от них предложения, что бы они видели, как бы они видели эту программу, какие больные точки, места, которые нам нужно в течение вот этих пяти лет разрешить. Затем эти предложения мы даем в Центральный исполнительный комитет, формируется общая программа, с которой пойдет Единая Россия на выборы, и мы надеемся, что все, что от Нениска автономного округа, будем надеяться, что эти позиции, но они, как правило, характерны для всей Российской Федерации, за исключением там арктических регионов, которые там, безусловно, особенности есть. Это все войдет в общую федеральную программу, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу. Сергей Николаевич, спасибо за экспертное мнение. Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Далее прогноз погоды.